Всем привет! Сегодня я иду прогуляться, оплатить счета по электроэнергии Ну и показать вам, как и чем поживает наша деревушка Ну и сходу что мы увидим, сразу выйдя из дому, это то, что дорога покрыта бетоном Здесь процентов 95 дорог в деревушке покрыты именно вот чем-то твердым Имеют твердое покрытие, асфальт, бетон Он дом соседа, у него там во дворе какой-то МТЗ, по-моему, трактор, Джон Дир Куча техники, телеги, господи, ветрище, вас, наверное, вам шумит Комбайн здоровенный, и чувак не фермер У него техники больше, чем было у меня, и больше, чем стоила вся моя ферма Просто во дворе стоит, ну, есть у него земля И он, скорее всего, работает на какой-то основной работе Он венгель, я не знаю, не общался с ним И так здесь каждый третий, там, через шестой дом имеет какую-то технику во дворе Ну и, собственно, работают люди на основной работе И свободное время от основной работы Едут, обрабатывают свои поля, что-то сажают, сеют, потом продают С этим здесь проблем нет Здесь нет такого, что одно предприятие все тысячи гектар вокруг имеет Нет, вся земля вокруг разбита на отдельных фермеров И они получают с этого доход Мусорные мешки и баки выставлены Как здесь это работает Сейчас, сегодня понедельник Раз в две недели То есть каждый второй понедельник вывозится мусор Вот эти зеленые баки людям выдаются бесплатно Там заключаешь договор, когда с компанией по вывозу мусора И вот, раз в две недели люди выставляют И мусор вывозит мусоровоза Что-то нету, обычно он рано проезжает Проезжает по всей деревне Все это выгружает Оставляет пустые бочки Дома в деревне всякие разные есть Красивые Вот, кстати говоря Бреленный красивенький Липы огромные вокруг него А вот здесь уже, с этой стороны напротив Какая-то заброшка С заросшей акацией Живем мы на улице Школьная По-сербски Школьская улица И, соответственно, школа здесь рядом Один из критериев выбора Нам, наш ребенок Надо было, чтобы школа была рядом Получается так, что в двухстах метрах от дома школа Лужайку возле школы зачем-то засыпают асфальтной крошкой Она была зеленая Сняли слой земли неровный Ну, да, был такой убогий Наверное, чтобы было где парковаться родителям Потому что в день каких-нибудь собраний Машинами забивается вся улица Ну, а здесь будет больше места, видать, для этого А вон дети резвятся Есть О, привет Тоже русские соседи У школы есть Господи, в смысле сбился Площадка баскетбольная, там футбольная Просто детская Есть где детям побегать Ну, очевидно Плюс еще, по-моему, есть у них спортзал Я помню про свое годовалой давности обещание Снять ролик про школу Желание у меня не пропало Просто, ну, сами понимаете, был некий тильт Некоторое время Снимем, со временем, снимем Тем временем я пришел к одному из пунктов своего назначения Дом Тоже русский человек купил Еще не был здесь в Сербии Купил дистанционно Вот, и я приглядываю за этим домом Сейчас тоже заберу счета на электроэнергию и мусор И оплачу их Я тут, так сказать, подрабатываю Участок у человека Он прям вообще заброшенный-запрошенный Дом не в лучшем состоянии Здесь был прям лес Я его выпиливал, вычищал Там вон еще валяются деревья Какие-то деревья еще буду доделывать Еще я работу свою не закончил Здесь, к примеру, вот осталось только мелкое поросль скосить Здесь какие-то кучи ветвей Были прям огромные деревья Ходил, наклонялся Что-то переступал Хрен пройдешь, джунгли были И вот там еще куча ветвей, куча деревьев поваренных Все это будем еще доделывать Какие-то вот эти деревья валить, перерабатывать Вот два больших пня Тут вообще деревья висели над крышей Учился направленно валить И теперь меня сербы приглашают То и дело куда-нибудь Пару раз в месяц Помочь кому-нибудь дерево свалить Во дворе что-нибудь спилить Глядишь, может и бизнес такой и получится какой-нибудь Вот я кидаю объявления русским всем Что могу Что-то делать И делаю Что-то нового почему-то нет Поэтому придется возвращаться домой Брать старый Кошаки здесь откликаются на кис-кис-кис Наша привычная По поводу, кстати говоря, русских Их здесь так прилично Если хочешь с ними пересекаться То довольно много русских Если не хочешь, то ты даже их и не встретишь Ну вот, к примеру, я сейчас встретил человека Он там на окраине живет Здесь вот где я дом заглядывал Да, русский человек купил А через дорогу и лево на два дома Еще тоже русская семья живет Ну вот Ну еще тут я знаю семьи, где есть По желанию можно найти себе друзей Хоть сербов, хоть венгров Хоть русских Хоть китайцев Здесь деревушки прям многонациональные Здесь у нас база по продаже дров Они дрова пилят, корят и продают Магазинчик Все для дома Там строительные, хозяйственные вещи Все подряд Даже школьные принадлежности для детей есть И тут же вот она Мукомольная фабрика Палеты с мукой Собственно здесь ее меряют Здесь ее продают Подъезжают фуры Можно прийти и взять мешок муки себе самому Не парясь Ну и через дорогу от мукомольной фабрики Супермаркет номер раз Супермаркет номер два Здесь какая-то придорожная кафешка маленькая Никогда туда не заглядывал Но вот вывеска стоит Повсюду растет Портулак Ой, сколько семян на пальцах Тут строительная база Дрова, какие-то стройматериалы Кирпичи, цемент Смеси и инструменты Метизы Все, короче, что может представить себе Все там продается А здесь магазин хозяйственный Все в полном масштабе В плане хозяйства Можно найти комбикорма Птицу заказать Еще что-либо Еще одна маленькая строительная база И здесь же еще один Маленький супермаркет И четвертый еще там Какой-то фонтанчик Писюн каменного голема Торчащий с земли И такая прогулочная зона В деревне есть Деревья просто трындец Метра полтора в диаметре Внизу у корня Чума Ну и сама Пошта Куда я иду Оплачивать все свои счета Пошта, конечно, здесь прям Как у нас лет десять назад Вся угробленная, убитая, страшная Видите купол Одна церковь Имеется большущая детская площадка Малое футбольное поле Очень далеко Два церковь Три церковь И там, где мы ходили Я, к сожалению, не показал Есть еще домик Баптистская церковь Это как минимум Четыре церкви В маленьком селе Ну и полноценное Футбольное поле Где проводятся матчи Ну а там вот за трибуной Все, что нужно, медицинское Терапевт принимает каждый день По-моему Да, каждый день Разные врачи, но каждый день Стоматолог В какие-то определенные дни Аптека В деревне все есть Чего бы не жить, да? Возможно, я приукрашиваю Немного место, где я живу Но когда я искал себе дом Я посетил приличное количество сел Посмотрел большое количество домов И знаете, бывал даже в деревнях Где по 200 человек населения И там тоже почти все дороги Покрыты асфальтом Есть, конечно, захолустья Где прям тракторные дороги ведут Я в таких тоже бывал Но это одно место было Где у дома даже не было Три туалета Вообще за все время Что я здесь обитаю Я видел домов Я не знаю, чтобы не соврать 50-60 И только в двух Не было внутри санузла То есть Делайте себе туалет на улице Тут же у нас имеется Пиццерия По вечерям работает Можно заказать пиццу Можно прийти посидеть, покушать Тут же вон там Соседняя дверь Табличка Рядом с пиццерией Агентство по недвижимости Спок запыхался немножко Жарко что-то Я оделся, слишком тепло Вроде как осень Вроде уж жара все еще В этом агентстве недвижимости Работает наш с вами Сотечественник Он помогал мне Дом найти и купить Собственно здесь я его Нашел и купил Ну и продолжает Собственно работать Если вдруг хотите Попасть в Сербию И найти себе жилье Или вы уже здесь и ищите Обращайтесь У него вариантов много Под ваши запросы Думаю Подберет Ссылочка в описании На его канал Там же и его контакты Специально напетлял Крюков по деревне Чтобы снять вам Побольше всего Но снял не все Здесь у нас Что я не снял Я снял вам 4 магазина По-моему из 6 или 7 Продуктовых Хозяйственные Тоже не все снял Есть у нас здесь Туристические места Здесь есть у нас Так называемые Господи У меня слово из башки вылетело Короче можно приехать Снять комнату Место Таких 4 что ли Почему Потому что есть Есть Для туристов И для местных Термальные бани Это село Почир Живем мы тут Я кстати не любитель Всех этих термальных бань Ну так я сходил пару раз Меня Позвали потянули За компанию пошел Соленая На солнце розовая вода Пахнет серой Вот этими вот тухлыми яйцами Но не мерзко То есть Было бы сильнее бы воняло Прям смердило бы Было бы фигово А так так Просто запашок На улице есть озеро Вот это розовая температура Плюс 24 И есть еще два бассейна С температурой выше 30 Так что даже Даже если не жить Просто приехать Отдохнуть Искупаться Все такое Вполне себе вариант Есть где остановиться Есть куда сходить На этом моя короткая прогулочка Заканчивается Я уже подхожу К дому Сейчас сегодня буду Пилить дрова Скорее всего И очищать копыта Лошадям Но это тоже будем Снимать В следующем ролике Увидите И возможно еще сниму Это я снял ролик Как живет деревня Да Примерно Чтобы хоть видно было А еще сниму ролик Наверное Как живем мы Этот год Ну кстати говоря Мусорные баки Уже вывезли Пустые Все Пока-пока Свидимся Субтитры сделал DimaTorzok